Ходить тоже нужно правильно, и эти правила устанавливает скандинавская ходьба. Теперь ею можно заняться под руководством профессионального тренера. В парках Люберес стартовал проект «Активное долголетие», в рамках которого скандинавской ходьбой могут заняться все, кому за 50. Ходите на здоровье. Вот здесь должен быть угол, не больше, чем прямой, не острее. Для людей пожилого возраста чуть меньше вот такой. Палки, удобная обувь и желание быть здоровым – это все, что нужно для занятия скандинавской ходьбой. Алла Вишневская начала заниматься спортом, только выйдя на пенсию. Теперь к йоге и зарядке добавила еще и полезное, модное сегодня направление. Я здесь рядом живу и очень удобно прийти в парк. Надо, надо. Это полезно для здоровья, потом это тонизирует, дает радость жизни. О пользе ходьбы прибывшей к нам из Финляндии говорят во всем мире. Санимаясь регулярно, можно получить высокий оздоровительный эффект. Значительно улучшается работа сердечно-сосудистой и мышечной систем, что очень важно в пожилом возрасте. А еще на свежем воздухе вырабатываются гормоны счастья и крепнет иммунитет. Бросили, да, вот, вот. И запоминаем это движение. Дальше все придет. Научить взрослых люберчан двигаться правильно взялась профессиональный тренер и эксперт по антивозрастному фитнесу из региональной федерации северной ходьбы. Наталья Морозова разъясняет технику каждому, как держать палки и двигаться так, чтобы задействовать 90% мышц. Тренировка по скандинавской ходьбе строится из разминки самой ходьбы и суставной гимнастики, либо оздоровительной физкультуры. Уходят проблемы с суставами, потому что мы включаем руки, и нагрузка с ног уходит на руки на 30%, и люди, которые сидели на диване, не могли выйти из-за боли и начинают наконец-то ходить. Приобщиться к здоровому образу жизни в Люберецких парках можно два раза в неделю. На часовой тренировке. На бесплатные занятия по скандинавской ходьбе пенсионеры могут прийти со своим спортинвентарем или взять палки в парке. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.